Сбербанк подтвердил утечку данных кредитных карт своих клиентов. Сейчас там проводят внутреннее расследование, а основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Речь идет об утечке данных 200 карт, утверждает Сбербанк. Но издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники пишет, что масштабы утечки гораздо больше, и речь идет о 60 миллионах клиентов. Роскомнадзор уже потребовал от Сбербанка разобраться. Ну а что касается клиентов Сбербанка, то на официальном сайте говорится, что у него только в России более 92 миллионов клиентов. Утечку личных данных Сбербанка обсудим с Ашотом Аганисяном. Он основатель и технический директор компании «Девайслог». Она как раз специализируется на защите от утечки персональных данных. Ашот, приветствую вас. Ну вот почему так разнятся данные? 200 человек и 60 миллионов. Можно выяснить, сколько на самом деле пострадавших каким-то образом? Здравствуйте. Ну, смотрите. Сбербанк заявляет о 200 записях кредитных карт. Это та база, которая попала журналистам, которую мы обнаружили в «Девайслоге». Это так называемые тестовые данные, которые продавец предоставлял потенциальным покупателям для того, чтобы убедиться, что у него есть данные на продажу. А полная база, по словам продавца, составляет 60 миллионов. То есть это на самом деле неподтвержденная цифра. Утверждать этого никто не может, что это действительно 60 миллионов. Но сам факт того, что он предоставил эти данные 200 карт, может свидетельствовать о том, что у него реально, ну может не 60, но миллион или какие-то вот... То есть можно ли определить, например, учитывая географию этих персональных данных, учитывая, я не знаю, возрастной состав, что у него действительно есть база, я не знаю, клиенты из разных лет, да, когда которые начинали работать в Сбербанк, условно говоря, в 2000-м, в 2018-м году, что он действительно обладает базой практически всех клиентов? Вы совершенно правы. Есть методы убедиться в том, что у продавца есть больше, чем он предоставил на тест. И мы, журналисты коммерсанта, сделали запрос этому продавцу, предоставив ему данные своих личных карт, причем из разных регионов, из Московского, из Московской области, потому что тестовая база была предоставлена из Уральского федерального округа. И продавец достаточно быстро, там, в течение дня, по этим данным, ему предоставлялись нами и журналистами только фамилии, имя, отчество и регион, выдал полную информацию. То есть полная информация включает в себя практически 81 столбец с данными. То есть там и паспортные данные, и данные по счетам, и какая-то служебная информация из системы Сбербанка. То есть, на самом деле, вот если человек получает доступ к этой базе, он может узнать не только информацию об имени, год рождения, адрес проживания, но также может узнать о финансовом состоянии того или иного человека. Это, условно говоря, может более-менее определить, насколько этот человек богат, и, собственно, вот эти данные опасны как раз тем, что он может сделать этих людей мишенью для преступников. В принципе, да. То есть в базе содержатся данные по кредитным картам. Со всеми кредитами, с графиком платежей, процентными ставками и тому подобное. То есть мошенники именно такими базами пользуются, когда звонят людям и, представляющиеся сотрудниками банка, пытаются увезти у них деньги. То есть это довольно опасно. Смотрите, Сбербанк утверждает, что основная версия – это преступные действия сотрудников с правами администратора. То есть люди, которые фактически контролируют эту систему и должны защищать ее. То есть вот от этого, наверное, защититься совсем невозможно никак. Ну, вообще говоря, возможно, используя специализированные программные средства, используя некий регламент доступа, потому что, ну, это очевидно, что всегда есть человек, который имеет доступ ко всем данным любой организации в любом банке. А это вопрос исключительно организации, служб безопасности организации или банка. То есть то, что кто-то имеет доступ – это нормально. Ненормально то, что эти данные попали в паблик. Смотрите, но ведь в России уже существует такая довольно серьезная торговля базами данных людей. Я не знаю, насколько доступна информация о любом россияне, но вы сами же прекрасно понимаете, что вот торговля этими базами данных – это такой большой бизнес уже давно. Как, по-вашему, вот насколько вот эта вот утечка сопоставима уже с существующими на рынке базами данных? Ну, я могу ответственно заявить, что если информация о 60 миллионах или даже там чуть меньше подтвердится, то это беспрецедентный масштаб утечки, потому что все базы, которые до сегодняшнего дня мы находили и о которых сообщали, это исчисляется тысячами, может быть, десятками тысяч записей. То есть десятки миллионов – это абсолютно беспрецедентный случай. Продолжение следует...